Что такое импульс тела? Проведем опыты с помощью прибора на воздушной подушке, где сила трения практически отсутствует. Сила тяжести каретки уравновешена силой давления воздушной подушки. Каретка ведет себя, как свободное тело. Две каретки ведут себя, как если бы система тел была замкнутой. Другой опыт. Будем воздействовать на мишени небольшим снарядом и отмечать положение мишеней через равные промежутки времени после выстрела. Первое тело прошло за 3 секунды расстояние в 20 сантиметров. Мишень удвоенной массы за то же время пройдет расстояние в 10 сантиметров. Масса третьей мишени в 2 раза меньше первой. Она за то же время проходит расстояние в 40 сантиметров. Мы видим, что при одинаковом воздействии тела различной массы приобретают различные скорости, но произведение массы на скорость для них одинаково. Произведение массы на скорость и называется импульсом тела. Меняя направление воздействия, можно уменьшить импульс тела. Сейчас рассмотрим, как складываются импульсы. Под воздействием снаряда мишень приобретает импульс в направлении выстрела. При одновременном выстреле из двух пушек мишень приобретает результирующий импульс. Он определяется по правилу сложения векторов. Посмотрите, произошло взаимодействие в замкнутой системе двух шаров. Проследим результат их соударения, отмечая положение каждого шара через равные промежутки времени. Это импульс налетающего шара. Импульс покоющегося шара равен нулю. Теперь на экране импульсы шаров после соударения. Геометрическая сумма импульсов тел, составляющих замкнутую систему, остается постоянной при любых взаимодействиях тел этой системы между собой. Это и есть закон сохранения импульса. Он проявляется, как мы видели, при соударении двух тел. Во время салюта движущийся снаряд разрывается на осколки. Данную систему можно рассматривать, как замкнутую. Скорость движения центра масс осколков остается неизменной и после разрыва снаряда. Закон сохранения импульса действует при расщеплении атомного ядра. Он лежит и в основе реактивного движения. Закон сохранения импульса универсален.